Друзья, всем большой привет! В эфире дачный угодник Виталий Декабрёв. Присоединяйтесь к моей работе. Не так давно приобрёл ещё себе гортензии. Ну, что поделаешь, очень эффектно смотрятся они в саду. И вот уже одну высадил. Причём решил высадить, ну, практически по центру своего огорода. Скучноват у меня огородик, хочется добавить ярких красок, чтобы так вот притягивало взор. Конечно, гортензии для этих целей оптимально хороши. И одну гортензию, наверное, пожалуй, с самыми крупными шапками, это Фантом, высадил вот ближе к забору. В качестве питания добавил ионитный субстрат. А вот рядом гортензию посажу уже немножко по-другому. И буду смотреть, какая гортензия лучше себя будет чувствовать. Вот эту красотку под названием Summer Love, шикарная гортензия, буду высаживать уже при меня органические удобрения. Друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что в питомниках гортензии выращивают на торфяном грунте, который моментально пересыхает. Там полив у них происходит аж два раза в день. Как известно, гортензии, водохлебки, стоит чуть-чуть пересушить, все, листья сразу сохнут, отмирают. У меня, кстати, вот прям недавно произошел такой случай. Одну гортензию я чуть-чуть не загубил. Все гортензии, которые я купил, находились под сеточкой. Одну забыл на солнышке. Ну ничего, обязательно реанимирую ее. Итак, что мне понадобится для посадки гортензии? Первое – это настоящий биогумус, высоко концентрированный биогумус. Буду заправлять вот всю площадь грядки. Здесь у меня примерно получается метр на метр. И расход удобрений как раз-таки будет на один метр. И еще в лунку добавлю. Высоко концентрированного биогумуса мне нужно всего лишь 500 граммов. Вот здесь в пакете аж 4 литра. Не так давно на рынке появился уникальный продукт – композиция серосодержащих натуральных минералов. Вот то, что нужно кислолюбивым растениям. Мне очень нравится, что все это вот очень натурально и не вредит почвенной микрофлоре. 300 граммов нужно равномерно распределить на один квадратный метр. Вот, собственно, мне и нужно 300 граммов. Но все-таки вот этот продукт я еще добавлю в лунку. 3-6 килограмма в пакете. В общем-то, достаточно экономно получается. Почему распределяю по всей площади грядки? Корешки впитывающие они у нас в основном-то в верхнем слое почвы. 300 граммов вот такого продукта снижает кислотность почвы на одну единицу. У меня почва кисловатая, поэтому тоже переборщивать не буду. Вот некоторые советуют там пойти в лес, подстилку собрать. Представляете, вот сейчас гортензии сажают ну все, и не по одной. Но если мы все пойдем в лес, от подстилки ничего не останется. Кислый торф купить, да, чтобы заправить полностью грядку, а посчитайте, сколько это будет стоить. Очень-очень недешево. Поэтому лучше взять профессиональные удобрения и, знаете, не ломать себе голову. Также по поверхности почвы рассыплю и в лунку. Специальное удобрение для гортензий, абсолютно натуральное. Состав просто шикарный. Ферментированные зерновые, кукуруза, рожь, пшеница, перьевая мука, ферментированная мука, бобовых, костная мука, трожжи пивные, хлопковый шрот, жмых льна, мясо-костная мука, рапсовый жмых, экстракт сахарной свеклы. Разработчики этого удобрения долго ломали голову. Вот что нужно, что необходимо. Гортензия, оказывается, экстракт сахарной свеклы. Вот это удобрение делает благоприятную среду для хорошего развития именно гортензий и, в принципе, других кислолюбивых культур. Для трехлетних саженцев и кустарников 300 граммов на квадратный метр. Ну и в лунку, наверное, столько же добавлю. Не жалко. 2,8 килограмма упаковочка. Тоже не сильно высокий расход. И теперь с помощью вилл перекапываю почву. Лопаты я этого никогда не делаю, потому что лопатой рубим червей, а они мне нужны. И можно приступать к посадке. Лунку готовить большую совершенно нет никакой необходимости. Мы ее заправлять будем только удобрениями. Кислый грунт нам не нужен. Все, отлично. Насыпаю кислятинки и удобрений. И немножко рыхлю дно ямки, чтобы почва с удобрением и с кислятинкой перемешалась. Беру, достаю гортензию. Отправляю в горшочек. Немножко насыпаю грунта. Отлично. Ну и все. В принципе, можно уже засыпать горшок. Сухую почву прям нужно хорошо уплотнить, аккуратно вынуть кашпо, чтобы она не обвалилась. Аккуратненько. Ну, чуть-чуть насыпало. Сейчас я вот аккуратно выберу с дна, чтобы гортензия не оказалась на поверхности. Ну все, помещаю. Хоба! Слушайте, ну получился фокус. Конечно, нужно сначала хорошенечко было пролить лунку, а потом уже сажать. Ну, из-за того, что у меня почва сухая, я боялся, что у меня обвалятся стеночки. Но ничего, я сегодня сделаю прям хороший влагозарядковый полив этой гортензии. Смотрите, и пока вот грунт, в котором росла гортензия, вот он окончательно не перемешается с грунтом, собственно, садовым, все равно гортензия будет пересыхать. То есть полив требуется прям очень хороший, ну, раз в три дня. Вот, чтобы сократить эти поливы, я сейчас замульчирую гортензию и вообще вот эту всю грядку. Очень-очень хорошо поливаю всю-всю грядку. Далее будет у меня двойное мульчирование. Первый слой – это шелуха какао-бобов. У меня, в принципе, в этом сезоне почти все грядки замульчированы. Именно шелухой какао-бобов – очень хорошая мульча. Но единственное, что на следующий год она теряет свою декоративность и уже такого темного цвета практически сливается с почвой. Поэтому будет двойное мульчирование. Полтора мешка, 80 литров ушло у меня вот в эту двухметровую грядку. Длина – 2, ширина – метр. И сейчас посмотрю, сколько уйдет коры на эту же площадь. В принципе, мне нужно только-только вот прикрыть какао-вэлла. Если бы только корой, тот слой-то я там сделал бы большой. Два мешка на такую грядку. Еще раз все хорошенечко пролил. Ну что, принимайте работу. Высококонцентрированный биогумус, кислон и удобрение для гортензий от Organic Mix. Я нахожусь в своем первом парнике. У меня их два. Чехол из белого нетканного материала. Здесь у меня растут перцы, баклажаны, арбузы и дыни. И почему я посадил сюда дыни, именно к перцам и баклажанам, то чтобы не раздражать некоторые слои населения, которые до сих пор думают, что если огурцы и дыни посадить в одном парнике, то они опыляются. Сейчас я вам все-таки попытаюсь как-то объяснить. А вот скажите мне, друзья, а вот, например, кабачок, дыня. Дыня у вас растет на одном участке. И огурцы, пчелки тоже летают. И что-то у нас в открытом грунте почему-то не переопыляется. А вот в теплице вот прям должно переопылиться. Что у нас пчелка пошла после, например, кабачка? Она что пошла, душ приняла или что? Так вот, смотрите, женский цветок вырастает, он уже с плодиком. Ну, такая вот портенокарпия получается. Так вот, в принципе, никакого не имеет значения в теплице вместе у вас растут дыни, там, огурцы, кабачки даже, или в открытом грунте. Но вот что правда, то правда. Семена, если вы берете, то вот уже вырастет неизвестно что. Ну, да ладно. Смотрите, какая красота у меня здесь есть. Печалька случилась. Как я холил и лелеял эту дыньку. В общем, уехал я на неделю, все было хорошо. Листья такие шикарные, жирные. Вот такая картина получилась. Почему? Не знаю. Болезнь какая-то, вроде никакого, ничто не предвещало беды. Может быть, кто-то подземный житель там корешки подгрыз. Будем разбираться. В общем, это порционная дыня, плоды ее не вырастают большими. Ну, вот по идее, конечно, чуть-чуть побольше должен был плодик. Я оставил на этом растении три плода. Ну, вот, к сожалению, два прям совсем маленькие. А вот этот, мне очень интересно, дозрел он или не дозрел. В общем, что? Срываю. И сейчас на ваших глазах произойдет дегустация. Мне прям самому интересно, дозрела она или не дозрела. Как она выглядит внутри. Ну, сладкая, не сладкая, понятно. Пошлите, продегустируем. Ну, что, дынька достаточно увесистая. Но вот прям вот такого аромата я от нее не чувствую. Ну, давайте попробуем разрезать ее. Люсь, ну, сейчас люди скажут, волосы, тут еда негигиенична. Ну, ты что? Нам нельзя сейчас позориться, понимаешь? Вообще никак. Сейчас, понимаешь, блогеры садовые, понимаешь, вот пространство в интернете, на телевидении вдоль и поперед поделили. Нас конкуренция душит. Душ идет, конечно, хорошо. Ага, в принципе, мне уже видно, что она не совсем дозрела. Вот эта зеленая часть, это явно не дозрелая мякоть. А вот это, ну, будем надеяться. Хотя семена, посмотрите, они, в принципе, все уже достаточно вызрешие. И кожица у них плотная. Люсь, дыньку будешь? Говорят, модно вот это вот всякое веганство там. Не знаю, как у кошек, но у людей вот точно. Но аромат есть, конечно. Слушайте, ну, она сладкая. Немножко хрустит, конечно. Ну, и, как я говорил, вот эта зеленая часть, она не дозрела. Не будешь? Да, кусочек тебе отрежу, Люсь. Я знаю, ты без тарелки не ешь. Ты у меня интеллигентное животное. Ну, попробуй хотя бы. Ну, ты че, надоел тебе, да? Иди. В общем, друзья, несмотря на то, что дыня не дозрела, хотя сам стебель, он остался зеленый, пожухли только листья, но все равно, видимо, питания не хватило, чтобы набрать сахара. В принципе, дыня мне понравилась очень. Называется она капри. Вот агрофирма Партнер. Хочу показать вот этот вот небольшой прекрасный уголочек, что у меня здесь есть. Ну, во-первых, вот такой вот необычный, хотя уже, наверное, в последнее время клубника с розовыми, с красными цветами становится обычным явлением. Это сорт Альпина Радуга. Вот конец сентября, она тут активно цветет. Погода хорошая стоит. Ну, помните, мы же вместе с вами просили продления сезона, поскольку май был просто ледниковый период. Вот выполняют вселенная наши просьбы. Смотрите, растет она уже второй год. Вот в таких кашпо. И прекрасно себя чувствует. И выращиваю я на ионитном субстрате цион для клубники. Розочка. Покупал ее тоже в прошлом году. Очень мне понравилось. Это, знаете, такие розочки со скидками. В известном гипермаркете она продавалась. И я никак не ожидал, что вырастет вот такая вот красота. Тоже растет в горшке на ионитном субстрате. А вот здесь тоже печалька у меня получилась. Это гелиотроп. Давайте издалека начну немножечко. Почему не всходят семена гелиотропа? То есть тяжело он сходит. Не знаю, почему, друзья. Но точно знаю, если вы его посеете в середине апреля, щеткой взойдет. Вот непонятно почему. Раньше, в марте, например, в начале, все туго всходит. В апреле, пожалуйста. Ну и что вы думаете? Как хорошо он у меня разросся. Уже начал цвести. И стоило мне один раз всего его засушить. Ну, забыл полить. Ну, что делать? Бывает такое. И вот во что он превратился. То есть листики тут же почернели, засохли. Все. Не знаю, успеет он порадовать меня своим пышным цветением. Там шапки-то должны быть вот такие вот. Непонятно. Но вот так вот. Теперь понимаю, что гелиотроп нельзя пересушивать. Ни в коем случае. Ну, кстати, и петунии тоже говорят. Нельзя пересушивать. Потом уже цветение будет очень такое посредственное. А посмотрите, какая малинка у меня есть. Это прям супер-супер карликовая малина Бэби Бьюти. Ее, в принципе, можно и нужно выращивать в кашпо. Вот у меня руки не доходят. Я просто не знаю, какое достойное кашпо ей прикупить. Вот. Выращивать можно на балконе даже. Но балкон должен быть неотапливаемым. Потому что период покоя малинки нужен. Так что вот имейте в виду, у кого грядок нету, участок маленький. Есть только какие-то площадки. А хотите малинки, пожалуйста, Бэби Бьюти. Вот здесь у меня растет в кашпо. Не угадали, кто это такой? Что это за зверь? Это олеандр. Да, да, тот самый олеандр, благоухание которого мы видим на курортах Средиземного моря. Цветет шикарно. Но ядовитый цветочек. Но опять-таки ядовитый на сколько? То есть вот листья ядовитые, цветы ядовитые. С ним нужно очень работать аккуратно в перчатках. Но если вы его выращиваете в дома, никакого вреда от олеандра нету. Ну и что бы вы думали? Осенью прошлой мне дали черенок. Я его посадил. Дом прекрасно рос под лампочками. Цвел замечательно. Выставил летом. Думаю, ну солнце, жара. Не зацвел. Ну и, конечно, хочется обратить ваше внимание на мои композиции из Кулиуса, которые в этом сезоне я выращиваю из семян. Раньше, да, помните? В домах он рос, на подоконниках. Такие коряжки, бабушкин цветок. А сейчас вы посмотрите, что он выдает на улице. Вы посмотрите, какие лопухи. Вы посмотрите, какое буйство красок. На сегодняшний день, друзья, становится одним из самых популярных садовых растений. И обратите внимание, как Кулиус гармонично сочетается с другими цветами. Я, конечно, еще тот дизайнер. Но, тем не менее, даже при моих способностях, в общем-то, композиции выглядят пристойно. Гераньки пеларгонии очень радуют меня в этом сезоне пышным цветением. Это черенки прошлого года. Петуния, конечно, великолепная петуния. Если бы я за ней еще ухаживал, как, ну, например, известные блогеры, вообще бы красота была бы. Но, в принципе, результат меня, друзья, устраивает. Кстати, подкармливал раз в 10 дней макси корнем. Итак, карликовый сорт Лилак Литтл из серии Зацветет петуния Роузмари. Из этой же серии Фрешбери, тоже карликовая петуния. Анита, Виолетта, Ирен серии Лагуна. И моя фаворитка сезона 2024, Розали Дазли. Все петунии от агрофирмы Партнер. Некоторые мои подписчики сетуют на то, что, дескать, у меня такой огород весь такой стерильный, как в аптеке, а где же травка, вот где же это все? Ну, я не знаю, я часто бываю на природе, мне, в общем-то, там травки хватает. Но поскольку я себе не принадлежу, поскольку я телеведущий, работаю на таком классном канале, как усадьба, поэтому, друзья, удовлетворяю все потребности для вас, для тех, кто любит травку, пожалуйста, вот моя рабочая зона. Здесь и беспорядочек творческий, здесь и такое разнотравье вместо газона. Но это у меня происходит потому, что, ну, в общем, я не определился еще, что будет толком у меня на этом участке. А все почему? Потому что участок у меня в целом небольшой, поэтому приходится ломать голову, где что посадить и так далее. Но декоративную зону, конечно, на своем участке я хочу. И вот потихонечку она у меня начинает сформироваться. Посадил уже те растения, которые, ну, точно я хочу. И вот что хочу сказать. У меня за забором заброшенный участок. Не знаю, что с этим делать. Надо, конечно, заняться, написать в определенные инстанции. Но, тем не менее, знаете, как это все происходит? Казалось бы, хорошо, деревья защищают от пыли. Здесь у меня дорога недалеко. Но растения, которые были посажены вдоль забора, они, ну, абсолютно не росли. И меня спрашивали, как чувствует себя гортензия. Гортензии, причем сажал я их в такие, купил в садовом центре хорошие гортензии. Вот как они себя чувствуют. Плохо. И причем в этом году-то они еще и начали расти, а вот в прошлом прям вот чахли, загибались. Пришлось вызвать людей, хорошую бригаду, которые спилили деревья и вывезли. Оказалось, все достаточно просто. Профессионалы, хорошая техника, хорошие ребята. В прошлом году мне убрали эти деревья, остались пеньки. Думаю, ну, в следующем сезоне я пеньками-то займусь. В общем, пока я думал, пока собирался, наступила осень. И уже вот, пожалуйста, видите сами, как отросли дружные побеги черноклёна. Но ничего, ближе к зиме я с ними расправлюсь. Ну, давайте немножечко про мою декоративную зону. Тут ничего такого удивительного. Пионы, есть травянистые и есть ито-гибриды, очень красивые экземплярчики. Ну, понятное дело, гортензия, пузыреплодник, дёрен пестролистный. Наверняка у вас будет вопрос, что это за почвопокровное растение такое симпатичное. Это ясколка, очень агрессивное растение. Но если его ограничивать, то, в общем-то, жить с ним можно. Красивыми беленькими цветочками цветёт, как ковёр. В середине лета ясколку стригут, и к осени она зацветает. Ясколку найти в садовых центрах очень-очень сложно. Можно купить пакетик с семенами, посеять. Прекрасно всходит, прекрасно растёт рассада. Ну, и пока не определился, чем подбить основные растения, я высаживаю однолетние культуры. Но в этом сезоне у меня гибридные цинии растут. Очень они красивые. Вот в чём разница между обычными циниями и гибридными? Вот цветочки только начинают отцветать, уже появляются новые побеги, и эти побеги активно цветут. И поэтому эти цинии не выглядят неопрятно. Но единственное, что цинии, как вы, наверное, многие знаете, они подвержены такому неприятному заболеванию, как мучнистая роса. Участок у меня разделён, где достаточно света, и прям тень такая хорошая. И вот где света не хватает, циния немножко побаливает. И рядом растёт у меня пион Coral Charm. И тоже, посмотрите, чувствует себя он не очень. Какие-то болячки развиваются. И прям совсем недавно я обработал, в принципе, весь декоративный сад препаратом, действующее вещество в котором дифиноконазол. И мучнистая роса так приглушилась, прям заметно сразу стало. Ну а с пионом буду смотреть на следующий год, что будет с ним происходить, уже тогда принимать меры. Года два назад подарили мне вот это растение, но мне сказали, что это юка. Ну, склонен верить. Хотя не знаю, вроде как юка в нашем регионе не должна расти. Но посмотрим, что из этого получится. Юка – это красиво цветущее растение с такой метёлкой шикарной. Ну, посмотрим. Если это юка, я прям буду очень рад. В общем, росла она у меня в кашпо. И вот стоило мне в этом сезоне весной её высадить, она обрадовалась, аж даже детку вот дала. Здесь у меня рабочая зона. Здесь я занимаюсь пересадкой растений. Ну, просто поддоны сложил и кусочек поликарбоната для того, чтобы сметать землю лишнюю было удобно. К вопросу о том, как сочетаются колиусы с другими растениями, вот здесь колиус из семян, бальзамин тоже из семян, пеларгония из черенков. Прекрасно выглядит композиция. Единственное, в кромешной тьме стоит здесь. Ну, практически солнце не попадает, так слегка чуть-чуть. Поэтому вот нет такого обильного роста и пышного цветения. Хотя, имейте в виду, что колиусы и бальзамины предпочитают расти в полутени. Вот этот угол, он просматривается очень хорошо из беседки, из окон. Конечно, здесь нужно что-то очень красивое. Я решил здесь посадить дельфиниумы новозеландские. Дельфиниумы я каждый год севе из семян. И вот до моего участка они почему-то не доходят. Всегда куда-то отправляются к друзьям, к родственникам. В этом сезоне я прям много вырастил новозеландских дельфиниумов. И поэтому всем хватило. Вот здесь сегодня я их и посажу. Три дельфиниума у меня растут с прошлого года, тоже из семян. И вот в этом сезоне вот такие вот очаровательные уже зацветают. Здесь штук 8, наверное. Представляете, какая куртина будет на следующий год, когда они все зацветут. Рассказывать, как посадить дельфиниумы, я не вижу смысла. Все очень просто. Хотя есть один нюанс. Недавно у Аллы Довлатовой на участке мы сажали малину. Комментариев было масса по поводу того, уж больно маленькие луночки вы делаете. Для малины-то надо же. Ух, кто вам сказал, что в обязательном порядке нужно копать глубокие и широкие лунки? Конечно, я знаю, кто сказал. Наверное, агрономы, знающие люди. Однако, друзья, давайте просто вот логично разберемся. Но если вот у меня, например, плодородная почва на участке, зачем мне копать огромные лунки? Лунки копают для того, чтобы их хорошо заправить органикой. Если у вас бедный грунт, например, песчаный или глинистый, хотя вот про глину тоже у меня масса вопросов, например. А насколько она бесплодна, так скажем? И если у вас действительно бедный грунт, тогда копаем огромные лунки и заправляем. Чем? Компостом, перегноем, биогумусом, торфом. И после этого сажаем наше растение. И если мы хотим экстраординарных результатов, то, конечно же, используем еще и пролонгированное удобрение. И сегодня свои дельфиниумы я посажу с очень интересным удобрением. Оно многим знакомо, но я считаю, что несправедливо оно забыто. Это минеральное удобрение с великолепным составом. Там вот все, что нужно нашим растениям. Вот эту минеральную основу, так скажем, запекают, подвергают высоким температурам. Посмотрите, во что оно превращается. Вот в такие драгоценные камни, напоминающие сапфиры. В отличие от традиционных минеральных удобрений, это удобрение не уходит в глубокие слои почвы с поливами. Оно остается в месте внесения, не засоляет почву и работает до трех лет. Очень экономное удобрение всего лишь при посадке. Вот, например, дельфиниумов на одно растение нужно 5 граммов этого удобрения. И удобрение, вы уже догадались, называется АВА. Линейка удобрений АВА очень обширная. Для любых целей и задач, в огороде, в цветнике. В общем, давайте вспоминать это удобрение, активно его использовать. Сейчас мне предстоит нелегкая задачка посадить дельфиниумы. Но давайте я это сделаю без вас, дорогие друзья, с чувством, с толком, с расстановкой. На этом у меня все. С вами был Виталий Декобрев, дачный угодник. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...